Слава Славу! Слава Слава нашему Господу! Благословен наш Спаситель! Он достоин всей хвалы и благодарности, благословения, превозношения, хвалы и славы! Аллилуйя! Приветствую вас, дорогие друзья, еще и еще раз в нашей студии! Приветствую каждого дорогого друга, каждого дорогого брата, сестру, кто смотрит нас через интернет-общину, всех наших телезрителей! Слава, слава, слава нашему Господу! И мы продолжаем на этом месте славить нашего Бога! Когда в нашей жизни приходят сложные периоды, приходит темное время или прекрасное время, Бог призывает нас всегда славить Его! И как говорится в пророке Исаии, вы можете это не открывать, я просто хочу прочитать этот фрагмент, потому что сегодня я его так глянула и увидела этот текст, и вспомнила заново, как сказал Господь. Очень интересные вещи, сказал Иисус, что прежнее уже не вспомнится, что было прежнее уже не вспомнится, но Он творит все новое. И Он говорит, что этот народ Я сотворил для себя, чтобы Он возносил Мне хвалу. Бог создал нас для себя, это сказано в пророке Исаии, в 43 главе, если это вы захотите потом посмотреть, то Бог говорит, что этот народ Я сотворил для себя, чтобы Он возносил Мне хвалу. Вот для чего сотворены мы на этой земле, чтобы знать любовь Божью и чтобы воздавать Ему за это славу. Это первое и основное, основной смысл творения человека на земле, и именно этот народ Он образовал для себя. О каком народе идет речь? Речь идет о народе Божьем, народ, который знает любовь Бога. Итак, дорогие, в некоторых передачах, в некоторых эфирах мы с вами говорили, несколько эфиров назад, мы говорили с вами о силе Божьей любви, что любовь Божья, она очень огромная, очень большая, и Бог желает изливать эту любовь на каждого человека. Знаете, вчера мы ходили на побережье Тихоокеанское, у нас была прогулка, и также мы купались в океане, и когда мы пришли на океан, вчера был здесь, в Америке, это был субботний день, и мы посмотрели, я, знаете, смотрела, сколько много людей, людей очень много было на побережье, люди отдыхали, купались с семьями, много-много просто людей, все побережье, весь пляж был забит людьми, очень много людей было. Но говорят, что есть места, где еще больше людей, где вообще ступить невозможно, там еще можно было где ступить, но тем не менее людей было много. И когда я смотрела и думала, интересно, как вот сейчас Бог смотрит на нас, в этот момент я задумалась о близости Божьей, что Бог всегда близок к нам, и Он всегда смотрит на жизнь человека. И я посмотрела, что люди, каждый живет в своих мыслях, в своих каких-то планах, каждый думает о чем-то, вот пришли отдохнуть, у каждого своя семья, своя жизнь, свои заботы, какие-то представления о воспитании детей, о взаимоотношениях, об этой жизни. Каждый думает о чем-то своем, и Бог все это видит, и Бог смотрит на человека и любит человека, в каком бы он форме не был, в каком бы размере не был, в каком бы виде не был, как бы человек себя не одевал, это не важно. Бог потому что смотрит на человека и любит, любит свое творение. Божья любовь настолько пламенная, настолько страстная, что когда Бог пребывал на небесах и нас еще не было, то Он задумал в плане Своего создать нас как объект своей любви. У Него столько много любви. Это как, знаете, Солнце, которое извергает, бесконечно извергает из себя вот эти потоки света, потому что там происходят вулканические реакции, там происходят выбросы постоянно, какие-то там ядерные, термоядерные. И от того, что там происходит вот этот вулкан, огонь горит в этом Солнце. Вот этот свет и тепло, несмотря на то, что мы находимся очень-очень далеко от Солнца, оно доходит до нас и согревает нас. Оно греет нас, когда нам холодно. Оно обжигает, когда мы сильно находимся под этим Солнцем, сильно долго, и человек обгорает, он не сжигается до смерти, но он получает облучение. И Божья любовь, она очень страстная, она очень яркая, она очень пламенная. И Бог любит нас. И когда мы осознаем для себя, получим это откровение, что Он любит нас, я верю, в нашей жизни будут радикальные изменения. Мы всегда говорим об этом. Хочу там радикальных изменений в том-то, в том-то, в том-то. Прежде всего, изменения начинаются в нашем сердце. Когда внутри нас происходят изменения, в нашем сознании происходят изменения, в нашем восприятии самих себя и окружающих, и восприятии Бога, тогда все начинает вокруг нас, как будто приобретают другие краски. И все меняется. Итак, Он сотворил народ для себя. Он нас создал для себя, чтобы нас любить. Это Его первый план, первый стратегический план, чтобы любить человека. Конечно же, Он доказал эту любовь, мы об этом тоже говорили, и вспоминаем об этом, и молимся об этом, и благодарим Бога, что Он доказал свою любовь, отдав Сына Своего. Иисус пришел и умер за нас. И Иисус заплатил за нас, чтобы мы вошли в эту любовь, чтобы мы могли влиться в эту любовь, чтобы наши взаимоотношения с Богом были воссоединены через жертву Иисуса Христа, чтобы мы вернулись к Божьей любви. Бог любит всех, да, но кто принимает Его любовь, жизнь того человека наполняется Божьими благословениями. Дорогие, сегодня откроем с вами 43 главу книги пророка Исаия. Мне так нравятся эти стихи. Эти стихи всегда в трудный момент нас ободряют, всегда нас вдохновляют. И сегодня мы с вами прочитаем прямо с первого стиха «Пророк Исаия, 43 глава». И я буду читать из нового перевода. У меня здесь две Библии лежат. Это синодальный перевод, а это современный перевод. И я хочу прочитать сегодня из современного перевода, чтобы на слух оно как-то по-новому для нас прозвучало, и мы с вами получили какие-то новые откровения. Итак, я надеюсь, на экране сейчас появится этот текст, и мы можем вместе за ним следить. Но теперь текст на экране не соответствует тому, что я читаю, потому что я читаю современного перевода. «Но теперь, так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, создавший тебя Израиль». «Господь говорит «но теперь», 43 глава. И почему эта глава начинается с этих стихов? «Но теперь», значит, Господь что-то чему-то противопоставляет. Что происходит в предыдущих стихах, чтобы понять, почему «но теперь». «Теперь что-то новое, говорит Господь, что-то поменялось, потому что было что-то другое». И чтобы узнать что-то другое, нам нужно подняться на несколько стихов выше в предыдущей главе. 42 главе. Я прочитаю с 24 стиха, со второй части. Итак, можно открыть 42 главу, и с 24 стиха, 42 главы пророка Исаия мы читали. Иакова отдал грабителям, разорителям выдал Израиля, Господь, против которого мы согрешили. И дальше читаем. «Но не хотели они ходить его путями, не слушали наставлений его, и он излил на них свой яростный гнев, послал жестокую войну. Это пламя их опаляло со всех сторон, но они ничего не поняли, оно их жгло, но так и не уразумели они». То есть речь идет о том, что Бог говорил со своим народом через суды. Когда народ не слушался и не исполнял заповеди Господних, то, что Бог заповедал им, то приходили Божьи суды. Он посылал суд грабителей, разорителей. Он изливал на них яростный гнев и посылал жестокую войну. То есть в разных форматах этот суд Божий, это обращение Бога к человеку выглядело таким образом. И теперь мы смотрим, что же произошло потом. Как же теперь Бог обращается к человеку? Именно пророк Исаия пророчествовал и говорил, что наступит новое время. И вот именно с этого мы начали читать 43 главу, и теперь мы вновь возвращаемся к этим стихам и прочитаем, что же теперь делает Господь. Будет ли Он опять обращать на нас свой суд, ярость, гнев, посылать врагов, посылать разорителей, губителей? Нет. Читаем 43 главу. Но теперь, вау, теперь что-то поменялось, говорит Господь, сотворивший тебя. Не бойся, я выкупил тебя. Вот какие слова говорит нам пророк Исаия. 43. Это 43 глава. Первый стих. Мы опять вернулись к нему. К началу. Не бойся, я выкупил тебя. Возможно, Израиль понимал эти слова пророка, может быть, и не понимал в то время. Но сегодня нам это понятно, что произошло. Бог говорит нам сегодня, не бойся. Поэтому сегодня нам, дорогие люди Божьи, нам не надо бояться Бога. Мы с уважением относимся к Нему, с почтением, с искренним сердцем. Но бояться, что Он будет нас судить, яростно обличать и наказывать, не надо. Потому что мы с вами это сейчас прочитали в Его слове. Это не мое слово. Не слово какого-то человека или знаменитости какой-то. Это Божье слово. Самой высокой знаменитости, самой яркой звезде. Не бойся, Он говорит, я выкупил тебя. Я не знаю, как там в синодальном написано. Здесь написано, не бойся, я выкупил тебя. Я позвал тебя по имени. Ты мой. Бог обращается к нам по имени. Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся в другую позицию перед Богом. В Иисусе Христе мы сокрыты в Его праведности, в Его любви, в Его чистоте. И поэтому Бог говорит, не бойся, я выкупил тебя. Через Иисуса Христа Он нас выкупил. И Он говорит, я назвал тебя по имени. Ты мой. И я просто прочитаю из 44 главы Исаия, как Господь говорит. Так говорит Господь, сотворивший тебя, создавший тебя в материнской утробе. Тот, кто тебе помогает. Посмотрите, в этом пророчестве мы видим, как Бог называет нас, своих последователей, как Бог называет тебя, дорогой человек. Он говорит, я сотворил тебя, создал тебя в материнской утробе. Ты думаешь, может быть, я случайно появился на этот свет, в этот мир, я пришел так, случайно, где-то как-то, потому что, ну, родители мои хотели любить друг друга. Или вообще произошло это по какой-то случайности. Нет, это не случайно, потому что Бог знал, что ты родишься. Он назвал тебя по имени. Он сотворил тебя, создал тебя в материнской утробе. Он соткал тебя. Он назвал тебя своим. И как мы прочитали с вами, я назвал тебя по имени. И теперь ты мой. Бог говорит, ты мой. Представляете, мы принадлежим Богу. Мы не принадлежим просто какой-то материи, какой-то вселенной, каким-то звездам, каким-то людям. Мы принадлежим самому Богу. Он сказал, ты мой. Если я твой, Господи, если я твой, а что значит быть его? Мы себя иногда сопричисляем с чем-то хорошим, например, с семьей, или с хорошим супругом. Мы говорим своему супругу, я твоя, а ты мой. И в этом выражаем свою любовь, то Бог говорит, я позвал тебя по имени, и ты мой. То есть позиция Бога к нам, что мы его. Он назвал нас по имени для того, чтобы наша жизнь изменилась. И следующие слова. Посмотрите, что говорит нам Писание. Какие дает нам Господь обетование из-за того, что он наш, мы его, он назвал нас по имени, сотворил нас в материнской утробе, дал нам жизнь на этой земле, и это все, потому что он очень сильно любит тебя. Дорогие, когда мы размышляем о его любви, говорим, Господь, как ты любишь меня, как ты любишь меня. Знаете, понимание, это глубина этого откровения, пусть больше и больше утверждается в наших сердцах, чтобы мы действительно знали, на кого мы уповаем. Он любит меня. говорите ли вы эти слова, когда просыпаетесь утром, говорите ли вы эти слова в течение дня самому себе, Бог любит меня. Вы знаете, апостол Иоанн, он очень сильно уловил это откровение, когда находился рядом с Иисусом. Рядом с ним было 12 учеников, потом было там 70 учеников, много людей было вокруг Иисуса. Иоанн понял, как Бог любит его, и именно этим откровением он делится с нами в своем Евангелии и в посланиях. Именно он особым образом открывает для нас завесу и говорит, как о Бог любит нас. Именно Иоанн называет себя любимым учеником Иисуса. Почему он так назвал себя? Не из-за того, чтобы выделить себя и сказать, о, я любимый, а вы не такие любимые. нет. Слово именно любимый означает, что я узнал, что Бог меня любит, поэтому я себя называю любимым учеником Господа, не в сравнении с другими, а в моих взаимоотношениях с Ним, что я любим, я любимая жена, потому что меня любит мой муж, мой муж любимый, потому что я его люблю, и он знает это. Он говорит, любимая моя, то есть он говорит, я любимый твой, я говорю, я любимая твоя, потому что он меня любит, я знаю это, и эта любовь, она дает нам силы в наших взаимоотношениях, мы знаем, что мы принадлежим друг другу, мы любим друг друга, несмотря на штормы, бури, расставания, любовь, она остается, точно так же Господь, несмотря на то, что кажется, что он на небе, мы на земле, он ушел, он воссел одесную отца, он скоро вернется, как будто нас расстояние разделяет, но он любит нас, и когда Иоанн говорил это, он говорил, я любимый ученик, когда у нас есть это откровение, я могу сказать, что я любимая Господом, ты сегодня, дорогой друг, телезритель, брат, сестра, община, Дом Веры, вы можете сказать, это я любимый Господом, и вот в этом позиции, посмотрите, что дает нам Господь через порок Исаию, пойдешь ли ты через воды, я буду с тобой, это второй стих 43 главы Рокайса, и мы продолжаем читать это послание, пойдешь ли ты через воды, я буду с тобой, станешь переходить потоки, они тебя не потопят, не захлестнут, пойдешь ли сквозь огонь, он тебя не опалит, пламя тебя не обожжет, интересно, вы знаете, есть такой исторический факт из старых внускриптов, из старых источников про апостола Иоанна, апостол Иоанн, мы уже говорили, что он знал, как сильно любит Иисус, и в истории жизни апостола Иоанна была ситуация, когда его за проповедь Евангелия, за знание Иисуса схватили и бросили в кипящий котел с маслом, и вы знаете, с ним ничего не произошло, для чего бросили его в котел, чтобы сварить в этом кипящем масле, вы знаете, когда маслица, курошечка попадает, когда хозяйка жарит на плите, и масло вот брызгает, и попадает крошечка на тело, оно жжет, оно горит, а здесь раскаленное масло, его бросили, это по историческим сведениям, и знаете, оно ему не повредило, потому что он знал это пророчество, я верю, что он применил это пророчество к себе, в тот момент очень ясно, четко осознал, настолько вера в ее любовь, Божью, была сильной в нем, что пламя его не обожгло, огонь не опалил, это масло, оно не причинило ему вреда, это горячее, раскаленное, кипящее масло, как с теми тремя последователями Божьими у пророка Даниила, когда мы с вами знаем эту историю, когда три человека в седрах, в мясах и одинаково были брошены в огненную печь, она их не опалила, они сказали, мы знаем нашего Бога, дорогие, сегодня мы, насколько мы знаем Иисуса, и когда приходят воды в нашу жизнь, если мы знаем его любовь, мы знаем, что эти воды, они нас не потопят, потоки нас не захлестнут, потому что он говорит, я буду с тобой, потому что я тебя люблю, будут потоки, будут эти волны, которые будут захлестывать нас, да, будут, но они не нанесут тебе вреда, они тебя не потопят, они тебя не уничтожат, потому что Господь пошлет руку помощи. У меня произошел случай такой, когда вчера, купаясь в океане, был такой момент, когда волны как бы утихли, они вот перекатывались без заворачивания, волны здесь очень сильно заворачиваются и прям сбивают с ног и затапливают, и был момент, когда волны успокоились, как бы они такие были, знаете, как их правильно назвать, просто вот катящиеся, но не заворачивающиеся. И так было приятно купаться в этой воде, качаясь на волнах, я немножко поплыла, поплыла, и я не заметила, как затащило меня глубже в океан. И когда я повернулась, хотела опустить ноги, я не смогла дотронуться до почвы, до земли, то есть я бы уже как-то далеко заплыла. Я стала плыть обратно и чувствую, волна меня затягивает назад, мне стало трудно плыть. Я подумала, я не смогу справиться, я не доплыву, я не такой сильный пловец, я могу чуть-чуть плавать, особенно хорошо в бассейне, а здесь, знаете, я увидела двух человек, которые стояли чуть-чуть дальше впереди меня, и я просто закричала, чтобы они помогли мне. Бог помог мне выйти из этой ситуации. Эти люди обернулись ко мне, они подошли ко мне, подплыли ко мне, потянули меня за руки и помогли мне выбраться до того места, где я уже ногами смогла опереться, и уже пошла из этой воды, из этого потока. Знаете, когда воды приходят, Господь не оставит, Господь был со мной, Он не оставил меня, Он помог мне выйти из этой ситуации, потому что я бы могла не выплыть, не выплыть из этого бурлящего океана. Но Господь нас не оставляет. Станешь переходить потоки, они тебя не захлестнут, огонь не опалит, пламя не обожжет. Я, третий стих, мы идем дальше, Я, Господь, твой Бог, святой Бог Израиля, твой Избавитель. Посмотрите, Он говорит о себе, кто Он есть, Он святой Бог Израиля, Он является твоим Избавителем, Он мой Избавитель. Дорогой человек, скажи, ты мой Избавитель, Господь, ты мой Избавитель. Пришла ли болезнь, ты мой Избавитель от болезни, Пришла ли трудность, ты избавитель мой от трудностей? Пришло ли уныние, страх, волнение? Ты избавитель мой, Господь. Я Господь, твой Бог, святой Бог Израиля, твой избавитель. Я отдал, как выкуп за тебя Египет, куш и севу, ценен ты для меня и дорог. Итак, читаем дальше, это следующий, это все тот же третий стих, и идем, четвертый стих читаем. Если хотите, вы можете потом посмотреть современный перевод. Ценен ты для меня и дорог, я тебя полюбил, и потому других вместо тебя отдаю. Отдаю народы, чтобы тебя спасти. Эти слова звучат к Израилю, но они звучат и к новому Израилю. Это к тем, кто спасен по вере в Иисуса Христа, кто стал народом Божьим. Это к нам, дорогие мои братья и сестры, это Божья семья. Мы Божья семья, мы его народ. Он говорит, ценен ты для меня и дорог. Ценен ты для меня и дорог. Я тебя полюбил, я тебя полюбил. Еще в пророк Исайя, кстати, пророк Исайя очень много пророчествует о Божьей любви, о Божьих планах изменения для человеческой жизни. И я выкупил тебя, я полюбил тебя. Не бойся, следующий стих, пятый стих. Включаем пятый стих. Не бойся, ведь я с тобою. Ведь я с тобою. Аллилуйя. Господь дает нам обетование, что Он с нами. И еще я хотела сегодня прочитать, прочитать еще из пророка Исайи. У нас остается не так много времени к концу эфира. Чтобы наше упование, наша надежда была всегда на Бога, нам важно знать Его любовь. Что Он любит нас, что Он не против нас. Он за нас. Как написано в Римлянам, в восьмой главе. Бог за нас. Кто против нас? Кто может стать против нас, если Бог за нас? А Он за нас. Потому что мы с вами только что это прочитали. Мы увидели, что Он выкупил нас. Что Он за нас. И теперь Он не будет в ярости против нас. Но Он на нашей стороне. И если ярость этого мира, греха, злодея, бесов, демонов попытаются обрушиться на вас, Бог за тебя. Помни всегда, что Бог на твоей стороне. А если Он на твоей стороне, как мы с вами прочитали, что Он твой избавитель, значит, Он избавит тебя. И мы в конце прочитаем еще 44 глава пророка Исаия с 3 стиха 44 главы. Даже я выше возьму. Второй. Второй. Мы уже читали частично. А сейчас попрошу на экран вывести. 44 глава, 2 стих. Так говорит Господь, сотворивший тебя, создавший тебя в материнской утробе. Тот, кто тебе помогает. Кто нам помогает сегодня? Господь, не бойся, раб мой Яков, избранник мой. Я изолью воду на жаждущую почву, на сухую землю потоки. Он изливает. Я изолью дух мой на потомство твое и на детей твоих мое благословение. Аллилуйя. Господь дает обетование, что я изолью на жаждущие, а духа моего изолью на потомство твое, на твоих детей мое благословение. Дорогие, мы с вами, как родители, взрослые люди, имеющие детей, мы переживаем за наших детей. Мы хотим, чтобы они были благословлены. Я переживаю за своих сыновей и хочу, чтобы они были благословлены. А Бог переживает за нас, за нас и за наших детей. Представляете, есть тот, кто думает о нас и о наших детях. И Он говорит, что я буду изливать дух мой. Может быть, мы сегодня видим, что где-то наши дети оступаются, они не спасены, или они еще не знают Бога, или они еще не посвятили себя Ему. Но Господь обещает, дает это обетование, я изолью дух мой на потомство твое, на твоих детей мое благословение. Господь желает излить эти потоки. Дорогие, у нас остается мало времени к концу эфира, остается несколько минут. И я хочу идти в минуты эфира, чтобы мы помолились за наших детей, за наши семьи. Чтобы мы помолились сегодня за исцеление, давайте помолимся за тех, кто болен, за тех, кто в проблемах. Помолимся за наших братьев и сестер. И есть молитвенные просьбы, которых вы просите молиться, дорогие друзья из общины Дом Веры. Давайте будем молиться. Сегодня также молятся за одного человека, его зовут Игорь, и он болеет, у него рак. И будем молиться, чтобы Бог исцелил его. И будем молиться, дорогие друзья, потому что молитва наша может сделать многое. Итак, Отец Небесный, по имя Иисуса Христа, согласно Твоему Слову, мы сейчас, Господь, приходим в молитве к Тебе, потому что Ты сказал, чтобы мы молились к Отцу во имя Твое, Иисус. И мы во имя Иисуса молимся к Тебе, Отец Небесный. Мы молимся, Господь, за наших детей. Мы молимся за потомство. Потому что мы сейчас прочитали в Твоем Слове, Господь, что Ты сказал, я и залью дух мой на потомство Твое. Я на Твоих детей и залью Мое благословение. Мы знаем, что самое великое благословение для наших детей – это, Господь, чтобы они знали Тебя, чтобы они имели с Тобой отношения, чтобы Ты открылся для них. И мы просим Тебя, откройся для них, увлеки их сердца за собой. Откройся для них, Господь, пусть истина Твоя откроется для них, пусть имя Твое воссияет для них, как утренняя звезда. Благослови, Господь, пусть Твои благословения будут излиты на их жизни. Мы просим, Господь, поведи их в Своё присутствие. Поведи их в Свою славу и изливай дух Свой на потомство. Господь, мы также молимся за тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, болезненной ситуации. Ты наш Избавитель, мы прочитали это, Господь, и мы стоим на Твоем Слове. Ты избавляешь нас от всякого проклятия. Ты избавляешь Свою милость, Господь. Ты убрал ярость, Ты избавляешь Свою милость, Господь. Если мы согрешили, если мы были неправы перед Тобой, прости. Господь, очисти Своей святой кровью. Господь, мы смиряемся перед Тобой, потому что нуждаемся в милости, в исцелении. Господь, исцели тех, кто болен. Исцели, Господь. Пусть милость Твоя будет на Игоре. Господь, благослови, исцели брата Игоря, который возглавлял телеканал ТБН, Господь. Благослови, исцели его, Иисус. Боже, пусть милость Твоя будет над ним. Также исцели тех, кто написал свои молитвенные просьбы об исцелении. Исцели, Господь, наши тела. Боже, да будет вся слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, мы закончили наш эфир. Продолжайте славить Господа. Продолжайте хвалить Его. Он достоин всей славы. Прощаюсь с вами сегодня. Да пребудет с вами Господь. Аминь. Дорогие, до свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok